Обида материнская Она сидела молча, очень тихо, конец косыночки все поднося к глазам, распухший носик постоянно шмыгал, а слезы вновь катились по щекам. Мамаша, ноги ведь совсем застыли, тебя я видел здесь три дня назад, а, быть может, тебя встретить тут забыли, чего сидишь тут столько дней подряд. А мне дочь моя сюда билет купила и строго приказала тут сидеть, но, видно, про меня она забыла. Голубушка, ты погоди реветь, нельзя тут на вокзале, понимаешь? Тебе домой идти давно пора, где паспорт твой? Хоть адрес ты свой знаешь, промерзла вся до самого нутра. Да, дочь паспорт унесла с собой, сказала, чтобы не украл никто мой документ. М-м-м, едой денег дочь не оставляла? Старушка вновь заплакала. Момент! Дежурный вынес термос. Чай горячий и бутерброд с кусочком ветчины. Давай бабуля малость похомячим, от голода и холода кранты. Рука старухи так окоченела, что кружку не могла совсем держать. Растер ей руку. Ну что, чуть-чуть согрелась, теперь пора немного пожевать. Пьет чай старушка мелкими глотками, Жует беззубый ротик бутерброд. А по щекам горячими строками обида материнская течет. Продолжение следует...